здравствуйте мои дорогие подписчики а также гости моего канала те кто смотрит меня давно знает что где-то с конца сентября 2017 года я решила сесть на диету потому что мой вес меня не особо устраивал и скажем так сейчас уже январь месяц первая неделя прошла и я скажу что прогресса вообще никакого в основном регресс я очень много думала как же как бы избавиться от всех соблазнов но это практически невозможно то море мороженое дали в каритасе то корнете кита кита брешки то есть типа постоянно какое-то сладкое дома и это было посконечно бесконечно я забежал на кухню перекусил забежал на кухню перекусил это очень сложно избавиться от этой привычки возможно она каким-то образом связан с пистским стрессом который у меня был когда малышки были совсем крошки и никакой помощи не было что я не могла даже просто в туалет сбегать возможно какие-то отголоски от этого я много очень думала над этим и мне пришло в голову что надо просто составить себе нормальный план типа того что я должна кушать вот каждый день по пунктам это было еще сложнее потому что девчонка кушает одно сашка кушает другое максим кушает 3 я вообще даже 4 кушать и не получалось состыковать все это дело и на протяжении наверно всех этих месяцев я думала как как лучше питаться так чтобы было удобно всем и заодно посадить максимку на такую же диету у него не получалось ни один из вариантов которые я придумала я посмотрела многие очень варианты больше всего понравилась белковая диета вот и как бы немного на основе я пыталась сделать наше меню ничего не получилось вот тут что-то какие-то пункты все время выскакивали мы перепрыгивали и все равно сводила все курлеводом поэтому наверное последним решающим пунктом стала одна мама на инстаграме которая питает всю семью смузи и из фруктов и овощей то есть она оригинально даже смешивает просто цветной капусту со сливами вот при этом конечно она добавляет какие-то специальные масла там кунжутные еще что-то там добавляет пальмовое не пальмовое кокоса кокосовое масло вот очень много ингредиентов которые я здесь достать не могу или их надо специально заказывать или они стоят дорого но что мне понравилось они сыроеды да и я не собираюсь переводите здесь всю семью на сыроедение то есть типа не пугайтесь но я посмотрела какие фрукты и овощи они кушают что ни с чем смешивают и я вам скажу что в италии вот в этом вот теплом вот скажем так климате свежие фрукты и овощи можно иметь каждый божий день на столе я подумала а зачем мне тогда морочить себе голову какими-то скажем ингредиентами которых я не могу достать тоже кокосовая масло зачем мой организм с рождения приучен к подсолнечному маслу здесь она продается настолько рафинированная что там вот чисто ну вот запах этого масла будут местами где-то есть вот оливковое масло можно его заменять но например я его не везде и жарить на нем я вообще не могу я добавляю или кукурузные или вот это вот их подсолнечные которые вообще без запаха и вкуса то есть чисто для факта и добавляю его немножко мой организм это воспринимает типа ему нормально можно кушать то есть не буду менять ни на что другое дальше я подумала так что основная в основное блюдо нашей семье все-таки макароны потому не потому что это италия потому что у них есть определенная ценность продуктовая которую я расскажу в одном видео которое будет чуть позже вот и я объясню почему именно макароны и почему именно итальянские вот так же чередоваться они будут иногда с картошкой иногда с гречкой иногда с рисом вот эти ингредиенты я из семьи не могу никак убрать потому что у нас один член семьи работает очень тяжело ему надо хорошо питаться и а большое количество углеводов три члена семьи растут им надо тоже достаточно количество углеводов для питания поэтому девчонки завтракать будут все равно кашей то есть каша может быть на молоке может быть добавление фрукта как я добавляю фруктовое пюре вот а днем у нас обязательно будет или паста или гречка или картошка вот или рис то есть основное блюдо на все-таки будет несыроедное скажем так вот но это блюдо будет или с мясом или с рыбой или с овощами вот то есть оно будет полноценное почему я не отключаю скажем так мясо тут потому что очень много мнений что мясо тяжело переваривается и иногда на мясной диете очень многие хорошо худеют для моего организма это неприемлемо я пробовала мы недели две наверно питались любыми блюдами но без мяса то есть я добавляла овощи я добавляю мы много кушали фрукты но мой организм требует мяса и возможно это как много лет назад мне мама показывала книжку про диету по группе крови то есть некоторым группам крови не подходит безмясная диета то есть например маме моей вторая группа крови у нее и ей абсолютно спокойно она может обойтись без мяса но ей нужны крупы все кроме риса я например не могу без нас у меня первая группа крови и я не могу без мяса то есть у меня было постоянно желание где где кусок мяса где хоть сосиску хоть что нибудь но много кусок мяса где нужен был поэтому и изменений за эти в две недели я не заметил то есть разница между тем как когда кушаешь мясо когда не кушаешь я не заметил абсолютно не потери веса ней не не улучшение состояния вообще не заметила разницы поэтому мясо мы будем кушать дальше но как все как бы как бы и раньше в ограниченное количество то есть у меня не 200 грамм макарона типа мяса на полкило макарон и эти макароны съедается всей семьей за каждом так за обед папа у нас кушает много на вот но он и работает много поэтому не поправляется вообще вот дальше то есть как бы я оставлю и рыбы макароны типа рыба мясо я оставлю меню и дальше надо что-то придумать на нам с сыном на завтрак тоже довольно тяжелый пункт но типа в основном я думаю что отказываться надо от сладкого все-таки полностью нашей семье потому что это уже критическая критическая норма должен ниже нормы то есть это даже критически вот на бы что-то над этим подумать но я все-таки ему предложу все-таки даже с утра кушать какие-то вот фрукты например те же бананы банан еще чем-то там банан яблоко банан груша банан еще что-нибудь придумать можно потому что банан он довольно сытный и если он скушает с утра банан 23 банана хорошо три банана он не ест он не будет голодный до обеда обедает у меня ребенок после двух часов дня то есть он 2 15 лет приходит домой пока он переоденется пока он ходит туалетом все свои дела зят уже три часа дня почти поэтому если он обедает типа завтракает он в 7 30 где-то в 720 то обедает у нас три часа дня ему необходимо с утра съесть что-то более сытное кашу он не особо ест кроме манной поэтому я буду предлагать ему другие варианты с этим посложнее конечно мне с этим попроще потому что мы встаем девчонками довольно поздно их я все равно буду кормить кашей мне может перепасть пару ложек их каши вот и я могу вообще ничего до обеда не скушать то есть я буду копить воду вот с ужином еще проще получается если один раз у нас в обед прием основной пищи то на ужин я буду делать салатик или какую-то смесь фруктов или какую-то смесь овощей то есть я буду именно будут по вот этим вот вот это вот идея сама сырогене мне очень понравилось то есть сегодня у меня например капустный салатик сейчас покажу его вот капуста морковка и кабачок натертый минимум соли и ложка майонеза это единственный ингредиент который я не могу брать из салата потому что не оливковое масло не подсолнечное масло не какие-то другие ингредиенты мне не не дают вкусового эффекта такого чтобы я могла есть этот салат то есть другими другими ингредиентами я в нем но у меня получается 1 столовая ложка на всю эту миску вот это не так много и никакого скажем так вреда она не принесет особого поэтому пока что еще кушать с майонезом не могу отказаться я не нашла никакой до альтернативы для вкуса вот поэтому я предлагаю сыну я уже сегодня с ним поговорила что у нас будет один прием основной пищи это кита вот макароны в обед а на ужин у него либо фрукта либо такие вот салаты буду делать причем делать их каждый день свежий то есть не доели все выкидывается или там не знаю отдается папе на бутерброд он любит бутерброд салатики ложить вот и мы кушаем что-то свежее сразу приготовленное свежее вот дальше такой нюанс мы с сыном очень очень мы решили сыном что надо пить воду тоже но правильно благодаря этой программке что я прошли видео рассказывал что я установила чтобы пить воду что мне напоминание были я поняла что че и это не вода они убирают еще и половину той воды которую ты уже выпил соки тоже самое кофе тоже сам это не сока сока идет где-то 80 процентов только жидкости с молока тоже а чай и кофе они как раз убирают вот жидкость из 50 процентов твоей жидкости что выпил например ты выпил 100 грамм кофе то есть еще и половину ты успеешь и еще и 50 грамм жидкости у тебя выберется с того что ты уже вот то есть надо пить чисто воду и я стараюсь за этим следить но у меня пока что вот именно чисто без всяких добавок воды у меня получается где-то ну самый максимально было литр 600 где-то так вот вот 1600 миллиметров миллилитров стараюсь хотя бы чтобы не ниже литра было это довольно тяжело сын проще сделал себе набирают бутылку и как бы зовут за день его потихонечку выпивает вот так что как бы я стараюсь за этим следить и я вам скажу так что до максим к у нас прибавил конечно новый год но после нового года после всех праздника после всех сладких столов всего сладкого и вообще съеденного за те две недели ребенок похудел на килограмм то есть это уже чем-то говорит что он как бы следит за собой пусть даже он пил антибиотик что тоже дает на организм но он все равно начал следить за собой у начал пить больше воды единственное что мой вес не останавливается потому что я очень поддаюсь соблазнам это моя огромнейшая проблема и я все-таки думаю что это из-за не только из-за стресса из-за того что не просто нечем заняться то есть меня раздражает все это уборка я ее пытаюсь как-то игнорировать и пытаюсь ее закусить вот то есть я не знаю я не хочу этого это объяснять это нам немного даже сложно для меня чтобы объяснить но я понимаю что эта проблема я пытаюсь с ней бороться хотя и безрезультатно вот поэтому просто стараюсь не покупать соблазнов хотя это очень тяжело тоже зайдя в магазин вот поэтому ну как бы давайте я закончу на этом а в ближайшее время я выставлю видео почему именно макароны итальянские чем они лучше наших и какие почему именно на них можно иметь диету именно диету на них ну ладно всем пока